благодарим во первых компании рептизолоте предоставлены террариум отставить террариум 45 на 45 на 45 сборный значит мы уже немножко пообщались с этим террариумом уже можно что-то сказать про них в отличие от прошлого раза из плюсов то что эта модель она является полностью разборной полностью сборной если честно поначалу я боялась что мы один раз соберем больше не соберем все нормально в этом плане продуманно собирается разбирается на все работает единственное с моей точки зрения как девушки недочет этот ветки вы приклеили скотч что-то еще один ключ конструкция продуманных ресурсов но нам не очень долго делать немножко дополним делать точь а вам как будет удобнее и еще один наверное одна физка это конструкция то что здесь есть стопор и дверок то есть когда вы открываете дверка террариум полностью собраны она фиксируется в ребенном положении и если у вас какой-то быстробегающий животный проще тайматика там будет длиннее чтобы она не убежала вот также ну по филзум я рассказывать не буду будем сегодня формирование использовать филзум грандис по ним была лекция в аптекарском огороде недавно я так по верхам проскочу что филзумы это не крупные ящерицы они живут преимущественно во влажных местах большинство из них являются приездными видами поэтому в лучшем случае в идеале для них требуется все-таки террариум вертикали то есть где идет высота выше чем ширина но в данном случае у нас есть вот эта конструкция поэтому будем работать с ней точно так же здесь есть люди которые знают нас они знают что мы занимаемся в основном преимущественно оформлением сбранированных растений в этот раз мы решили что делать одно и то же неинтересно мы решили попробовать сделать немножко иначе поэтому конечный итог будет сюрпризом и для нас и для вас хотя мы конечно примеряли дома но не все стопроцентно как мы обычно примеряем здесь будет все равно имитация леса но это не будет биопоп потому что конечно виды подобрать очень сложно но тем не менее здесь будет много укрытий которые нужны для этих животных будут живые растения и мы немножко упростили конструкцию по сравнению с питерским мастер-классом то есть мы будем использовать здесь система опрыскивания ее можно будет потом поставить во желание но в принципе предусмотрено то что это будет здесь полностью ручное опрыскивание и как делать 90% людей на данном моменте сейчас дома у себя вот переделка террариума тоже была позже немножко Пелоргий расскажет да ну давайте тогда так еще есть плюсов этого террариума то что он разборный и соответственно его очень легко пересделать под конкретное животное изначально все террариумы они производятся неким усоединением то есть в них можно в принципе держать и животных требующих повышенной влажности и пустынных животных но для большего эффекта чтобы содержать растения нужно доделывать любой террариум нужно прикрывать вентиляцию нужно делать дополнительные отверстия такой емкость сделать очень легко потому что каждая часть вынимается вот и есть то что и делается можно самому вырезать отдельный кусок стекла поцелить в нем каких угодно лырок и тому подобное так ну начнем с того что на террариуме подставок стоим подставка у нас да значит собрал такую подставочку ну просто чтобы удобнее было на ней крепление для светильника розетки необходимые вот чтобы свет по углам не валялось вот если у вас есть сумочки конечно лучше сумочки сделать просто для наглядности так ставим террариум вот первым делом ставим свет свет я считаю это вообще самое главное в террариуме с живыми растениями потому что влажность это не так важно можно подобрать растения которые требуют низкой влажности а вот без света растения жить не будут вообще никак вот это немножко переделанный трековый светильник их используют обычно в магазинах сейках для подсветки товара вот вот эта вот штука подвешивается на трек это такой рельс только несущий вот соответственно отсюда я удалил контакты этого трека и просто приделал обычный провод допустил его в кое-крубу и сейчас я буду работать объясняю пока гост собирает его значит большинство растений это очень частый вопрос который нам задают показывают фотографию штатного света штатного террариума говорят я хочу растения какие можно есть растения тени любивые есть растения светолюбивые в общем да тени выносливые да тени выносливые вернее вот большинство растений которые используются это в общем то любые 90% растений которые мы сажаем что на внешне что террариумы они требуют освещения немного скажем совсем немного чем животные поэтому штатный светильник можно использовать только в несколько ну допустим 2-3 штуки и есть террариум невысокий потому что у меня при ламках набивают высоту всего 20 сантиметров эффективность 2-3 светильника родных они естественно будут очень сильно перегревать террариум будут сушить воздух ну и плюс это очень громоздкая конструкция вот этот светильник по моему 36 ватт светодиод и можно менять фокусное расстояние соответственно вот этот луч он может шире и уже быть соответственно на любой высоте подвешиваем и регулируем можно брать и светильники фирменные то есть это по вашему усмотрению можно брать светионные аквариумные можно брать Т5 спокойно Т8 желательно вообще можно использовать металл галогены светильники они тоже хорошо но металл галогенки сильнее греются им больше весит вот этот светильник легкий вот у него хорошая цветопередача около 90 процентов это важно потому что цвета будут выглядеть естественно красный это будет красный а не коричневый зеленый зеленый или синий цветовую температуру мы выбрали 6500 кельвина хотя лучше как и 4000 это симпатичнее выглядит но так как тут еще будет ультрафиолетовая лампа чтобы не было сильного различенства ультрафиолетовые светят почти синим и будет некрасиво передняя часть будет подсвечена террариума а холодным светом задний теплым а так будет более-менее все в гамме в общем свет это не более важная часть конструкции на самом деле еще помню что до этого мы использовали уличные светильники светодиодные которые можно купить в угли в принципе они тоже подходят стоят в районе 700 рублей но у них срок годности срок службы угодно там стоит очень мощная матрица которая перегревается у корпуса недостаточное охлаждение ему можно приделать вентилятор он будет дольше работать соответственно выглядит это тоже не очень эстетично если вам хочется красиво то лучше теперь давайте про дренаж расскажем так как у нас тут будут растения обязательно делаем дренаж делаем мы его из вот таких решеток вентиляционных из вентиляционных решеток для потолков армстера режется обычными кусачками вот забирается короб с ребром жесткости внутри чтобы грунт не продам снаружи обтягивается москитная сетка которая на стяжке крепится термоклеем ну и любым сборком если это не важно это чтобы грунт не проходил в дренаж не смешивался с водой высота дренажа здесь около 5 сантиметров вот этого достаточно сборки невысокий на самом деле желательно конечно чтобы бортом ходить выше дренажа здесь такая конструкция у нас но бортом выше дренажа у нас не намного сильнее сейчас все грунт сожрется может быть еще если какие-то возникают по ходу нас перебиваете спрашиваете информация много после питерского мастер-класса поступало много вопросов о том как делать объем больше дна и не будет это все проваливаться я уже сказал про репро жесткости вот оно здесь не знаю либо можно использовать отрезки труб и просто распределять их равномерно по площади дна тогда это все будет держаться и ничего у вас не провалится ничего переживать на эту тему не надо так для чего нужен дренаж чтобы излишки воды при поливе в нем не задерживаются потому что грунт должен быть воздухом и водопроницаемым если там будет застой воды корни загниют обязательно еще момент если вдруг еще что-то важно почему высота дренажа и то как мы его располагаем если грунт будет в одном месте соприкасаться с водой то капиллярным методом вода есть грунт есть грунт весь там окут от так называемого умного горшка фирмы лечун это такой поплавочек вставляется в трубку и стеклянный колпачок вот как работает пока кожа собирается скажу что это уже такое знаете эстезовующее даже можно сказать в каком-то плане с вращением потому что мы почему так не делаем но это удобно обычно идем только вот эту трубку вода наполняется плавом всплывает и показывает сколько ее там содержится соответственно вторая трубка для слива дренажа туда засовываем шланг и обычно как из аквариума воду можно делать если вы делаете небольшой террариум бывает что мы приносим вот эту трубку в заднюю стенку и там ее фиксируем можно сливать но это менее удобно на плане высота больше этой трубы и когда нам шланг убирать сошли соответственно вот это основание всех этих штук будет скрыто грунтом и вот эта трубка для слива затыкает просто пробочкой ничего лишнего ни живота а полить сверху просто или тоже чуть-чуть полить все и картение будет сверху опрыскивать чаще всего такой дренаж используется когда система опрыскивания в общем-то в любом случае воду из дренажа нужно предусмотреть как удалять потому что не бывает так чтобы оно поливаете оно все равномерно сколько испаряется вот в любом случае рано или поздно перельете плюс животные в частности перезумы могут нагадить на растения которые придется потом отмывать большим количеством воды вот естественно все сливаете дренаж чтобы это удалять ну и плюс этап запуска на этапе запуска требуется полученной влажности более усиленной полиции обычно больше контроль пока сколько вам надо в общем лучше посмотреть это не так много времени занимает чтобы его сделать проблем потом меньше так скорость дренажной лежит недостаточно плотно тут есть небольшие зазоры поэтому берем узкие сетки оставшиеся произвольные можно брать ту же самую решетку если кто-то еще не обозволит и просто запихиваем ну так вот по углам уплотняем это для того чтобы не просыпался если вдруг у вас очень сильно раздражает то что я покажу на передней стенке уже закрасили да передняя стеночка была на самом деле прозрачная вот как сбоку вот тут решет какое-то видно здесь мы просто закрасили черным молочным здесь люди которые мне так не нравятся вы можете заморочить только в ни в коем случае не сыпать в зеленом смеси между порогом и стеной потому что закисли либо тогда сыпьте какую-нибудь мелкую вару либо керамикам тоже не очень эстетично либо если мы совсем прям уж рукасный человек у вас есть время можно наклеить предварительно внутри стеклянные перемычки и сделать уже внутренний порог а расстояние между перемычками и передним стеклом или муковыми засыпать не знаю под цветным листом хоть розовым хоть фиолетовым как вам нравится так затыкаем мы только сбоку спереди максимально придвигаем к переднему краю чтобы плотно прилегало а сзади оставляем щель щель оставляем потому что мы туда будем сейчас запихивать декорации которые делали мы дома здесь мы не имеем возможности ее сделать потому что требуется несколько дней времени я покажу в общем технология не особо отличается от того что мы показывали вот такая вот штука сейчас покажу как это делается это относительно новый материал это панели панели из плюща которые обвивают деревья то есть их срезают пылой и вот такие вот штуки отправляются зеленые леточки да и тут практически живет было даже подождение но наверное она может как-то вот но здесь очень много всяких щелей да в которые скрытые полосы там подобные в которые будут заболзать животные вот зверчки там подобные изготовлены поэтому все эти щели мы запениваем то есть взяли стекло у него приклеили вот такую же решетку силиконом стяжками прикрепили вот эту деревяку и щели все запенили пена застывает сутки на следующий день пена обрезается ножом выковыривается из всех щелей но придают форму какая нам нужна а после этого пена покрывается толстым слоем силикона мы берем коричневый силикон можно брать черный прозрачный нежелательно потому что это будет вот и в этот силикон пока он еще не застыл сырой сдавливаем торт сухой вот получается такая бархатистая поверхность на нее очень хорошо прикрепляются корни растений вот выглядит естественно натурально вот силикон когда застывает он не токсичный так же как и пена вот полностью материал можно использовать другие наполнители мы на самом деле изначально планировали что у нас будет только коряга и будет ее достаточно но по счастью оказалось что щелей слишком много нам пришлось заполнять поэтому можно использовать допустим вену покрытия пылиточным клеем можно использовать пенопласт то есть если напекать и потом покрыть с собой покрытия смесью можно нитрофеном можно кокосом можно в принципе корой то есть таким достаточно можно можно много вариантов то есть можно строительную пенопласт пенопласт у нас просто осталось пенопласт пена естественно попадает и на коряги которые должны находиться на виду руками можно ее чистить ножом тоже можно пробраться поэтому можно взять бормашину и остатки пены остатки остатки и и и и и и и и а можно сделать за собой Так, ну, теперь декорацию будем затихнуть туда. Вставляется она очень плотно. Почему мы приклеиваем стекло? Чтобы можно было это достать и показать. На самом деле это можно изначально всю декорацию смонтировать прямо на родном вот этом стекле. Если террариум не разборный, то тоже, естественно, это делается сразу на задние стенки. Ну, лучше все сначала применить. Нам пришлось примерно в две недели. Чтобы она вот так вот не болталась, ее сейчас придется приклеить к заднему стеклу. Делаем это интерфиолетовым клеем, потому что это происходит практически мгновенно. Да, вот покажу сразу. Хорошо сейчас видно. И тогда уже говорили. В общем, вот, загоры останутся. Они в любом случае у вас останутся. Никакой не будет ничего страшного. Растения у вас не покроют. Достаточно быстро. Вот этот плющ. Ну, не знаю, как в дальнейшем себя поведет. Но я думаю, что все будет нормально. Конечно, он тоже будет покрываться кресень. Сколько пластиковых мы как-то не можем сказать. Но толпы. Укладывают и люди очень долго. Все натуральные. Мне кажется, что это тоже будет долго стоять. Тоже будет работать. Сейчас их достаточно много в продаже. С ними не порядок. Просто здесь, прошу сказать, монолитная конструкция изначально была. Мы ее не так много дорабатывали. Размеры вначале. Чем выбирать плесень? Искусственные. Если вы берете... Да, можно брать, допустим, фоны родные для аквариума. Объемные. Можно брать... Ну, тут будет в некоторых федеральном клееве просто... Ну, как это... Всяпроизводительные фоны, которые кто-то распечатывает. И я вижу в интернете. Я не знаю, как это сейчас называется. Типа статонные операции, которые делали с нами. Сейчас они очень... Во многих группах встречаются. Я уверена, что федеральные фоны, которые наверняка экзотеры производят, наверняка рептезон делают в стабуле разные фоны. Да, этих фондов, которые требуются с вами. Но у них минус, чтобы не укрепить растения, это тяжелее. То есть урховую стену заросшую вы получите только тогда, когда эта фон у вас расстоит данное количество времени и начнет гордиться. То есть тех, кто станет в ресторсе, там он уже будет экспиленцией. А пока он свежий. Здесь именно фишка в том, что это все может просто достаточиться и зарасти в течение полу. А дальше уже момент стеричности. В родных декораций, в самом деле, сейчас очень много. Клеим туда стекляшечку небольшую, чтобы плотно прилегало, потому что там есть небольшая салайка. То есть накапаем клей и светим ультрафиолетовым фонариком, который идет в компонент. Сейчас мы это делаем, но мы быстро и так можем тоже силикономить. Спокойно. И заодно, вроде как-то лично делать. На самом деле мы правда его используем, в проблеме нормальных фонариков. Очень удобно. Быстро. Он очень быстрый стол. Значит, после того, как все установлено, на следующем деле мы поставим растечку в салите в северку. Ну и также приклеиваем галеры. Нужно дать ему примерно пару. Для того, чтобы ему создавалось полезное битрофон. Можно поставить... Писали, тоже спрашивали, можно использовать капуст. Можно. Но есть такое специальное капустовое молокно, которое пропишено в воздухе, но оно для растений не очень подробно. Точно есть во всех степаратах, в магазинах оно хорошо, тяжело, и не вредно. Но из-за пропитки растения на нем переживается плохо. Допустим, какие вы на каком-то вы можете используете. Какие-нибудь пляны, цепляцы марграбии, фикусы в мерионе, они с какой-нибудь растения. Вот в таком объеме... Вы отпускаете? Да, все. Декарантия приклеена сейчас. Потому что монолит вам зайдет к вам. Да, все. Следующий очень важный момент, о котором мы все хотели подробно поговорить, это... Вы, конечно, тоже очень многие люди. Вопросы на это делом поступают. Так скользко нам это говорили, но нам это было даже с Татьяной темой. Что мы от него ждем? Первое, что мы ждем, чтобы он нам служил подольше. То есть, соответственно, чтобы он не свежий, если он не учился в объеме, чтобы в нем было достаточно, можно было бы нефотенциаемый себя кормить. Потом, учитывая, что все растения требуют разных условий срежания, поэтому он должен владать таким составом, скажем так, универсальным. Чтобы мы не под каждое растение сыпали вот одно песок, под другое, не знаю, с удлинах. Чтобы этот лунг, который подходил и всем видом растения, могли их собрать. Да, ну, да, как я уже сказала, он водопроницаемый, воздух проницаемый, влагу он себе держит, но не в таких количествах, чтобы корни закисли. Причем он очень медленно разлагается. То есть, там в состав входит компонент, который очень долго к нему растет. Это 2 тысячи спорта. И грунта. То, сфагнум, 2 коры, папоротниковые волокна и куриц. Быстрее всего из этого гниет сфагнум. Закон где-то он переунимает. Но это ничего страшного. Его первоначальная задача это подольше сохранять влагу для укоренения растений. Потом, кора. Мелкая фракция и более крупная, около сантиметра. Она гниет еще медленно. Хватит, наверное, лет на 5-10. Без потери функционала. Ну и самая медленно разлагающаяся штука, это папоротниковое волокно. Практически не гниет совсем. Сохраняет свою структуру. Соответственно, этот грунт может использоваться в течение многих лет. Не терять своих бойц. Естественно, за первый год он немножечко осядет. Нужно будет либо досыпать, либо изначально класть его немножко больше с учетом азации. Рецепт можете установить, наверное, на грудле. Ну, в общем, это не секрет. Я немножко напомню. Да, изобрели рецепт этого грунта в ботаническом саду Алабамы. И, соответственно, его так и назвали. АБГ-микс. Используясь, он сейчас в террористе всего мира, считается самым лучшим грунтом для обладки терапии. Содержит очень мало глюлянных веществ, в частности азота. Поэтому он вполне подойдет и для хищных растений, которые подчиняются в азотной выносят. И для бромелевых, которые от азота обесцвечиваются. Ну, вернее, деление в железе. Если нужно добавить удобрения, добавляем просто сверху, они впитываются в грунт и растения уже выстреляются. Начально грунт практически пустой. Я спил что-то, хотел сказать умное. А, ну, я хотела немножко подробнее для совсем новичков остановиться на составе. Значит, для чего нужен уголь? Уголь нужен для того, чтобы прежде первую фазу, когда идет завод в террориум, ну, и вообще губер. Было не меньшее количество запреения плесени. То есть он идет к абьюфе. Плюс у него он тоже добавляет объем. Кора. Ну, скажем, несколько раз попробовали делать корой одной фракции, но на нашу сентябряцию получится 5 разных фракционных, потому что когда больше воздуха на дне. Насчет три фермы очень многие спрашивают, можно ли у него. Ребят, все может быть. Ничего от этого не может встанет кушать, в том плане, что он чуть менее объемный. Может быть более тяжелый. Можно использовать, например, лаву мелкую фракцию, вполне, она тоже не пьет, тоже помогает поддерживать форму. Она забивается. То есть просто мы немножко сокращаем все от жизни в грунт, если мы не добавляем какой-то из компонентов. Мы еще добавляем листья. Ну, не знаю, может быть это излишне, но нам нравится, потому что внешне они будут немножко шарно. Листья дают питание для микроорганизмов и жидкообразных, которые живут в грунте, в частности макрицы там могут жить. В общем, да, то есть обычно еще в территории местной палки сажают в грунт, которые животные, которые приходят в грунт, в том числе и заходят, бывают в печали и, значит, балки, и не дают. По поводу питательности, Божь уже сказал, значит, не надо переживать, потому что у нас есть лавыня, но эта инфидентка, она тоже не особо питательна, честно скажу. Надо переживать, что растения сразу в чар-то тепло-лят, в среднем такой закладки хватает, ну, наверное, в зависимости от растений, в среднем, все детки, уходят в весу, в давлении. Мы поливать начинаем несколько раньше, без запаса, чтобы водить еще растение, для того, чтобы он начинает с реакции, как он реформируется. Обычно в таком апреле, в таком апреле, в месяцах с четырех, в рамках давляем. В давлении мы учимся, мы используем биос. Ну, честно говоря, какого-то рецептура тут нет, я беру пульминизатор, наливаю туда, что была коричневая вода, и просто все это выливаю на стену. Если нам надо, чтобы растения стартанули побыстрее, это тоже не секрет, вы идете в аптеку, покупаете аммиак, один миллилитр на литр, но только вы не взять пользу на всех растениях, потому что если нам надо стартанули, какие-то фикусы, маргравии растения, это хорошо. А хищники и брониры, конечно, у него очень хорошие. Но, тем не менее, очень хороший действительный рецепт, я бы все у нас стирали, покрытый мягусом, а он очень внезапно желтеть в региуме на литр. Вот, на литр, он не ухалиле, но на следующий же практический день, становится все, он очень нравится. Нет, там такая маленькая концентрация, можно пить, ничего не будет. Нет, на самом деле, мы делали опыт и пытались вводить больше концентрации, но у нас там в день не сложилось однозначно, то ли у нас мы использовали стерные растения, мы взяли на опыт предстоящие, так мы и не поняли, то ли у нас бактериалка пошла, мы все только меня только закупили, но сжечь можно, в общем. А, кстати, что у свет, и светить можно растение, и с тоже урок расскажут. Да, и фишка светок тоже, оказывается, бывает, как ни странно. В одном сценарии растение сначала росло ненормально, вот, через неделю, наверное, начали сбрасывать свет, то есть белый, прозрачный становится. Вот, закрыли светильник бумажкой просто обычной, и через неделю все восстановилось, и выдох цвета. То есть это потому, что не бывает ворсии, это бывает, все можно, и мы можем переборщить до времени, не освещать. Так, ну, как-то вы шумнор вспомнил, как-то украл отсюда. Кто там хотел помогать? Дима. На праге, как она разваливается, поэт, помогай селкой. И смотри, насыпай сзади горочка повыше, а теперь поменьше по горке. не стесняйся. Мы сами мы сапим горкой по возрастающей тело-экстенке, это просто создаёт перспективу. Сосна, можно использовать на индиванцию, в основном, мы берём обычную на воду, и подаём, сошел, привозил. Можете подходить, не стесняйтесь, смотрите, трогайте. Любовое, просто мы сухон собираем любовое, вместе сушим. Можно не аквариум, это угол, но просто у нас сухончику арестового оклада, поэтому мы используем его. Уголь, обычный берёзный уголь может дровить, хотя в последнее время в стадии мы покупаем аквариумные для него дровлёные и просто посыпаем лимитар. Так, во времени очень большая экономика. торф мы берём верховой спадну и мы собираем сами, но в общем подойдёт любой спадну, что вы покупаете в точку магазина. Просто отлично живого спадну собранного с обстоятельств, чтобы потом он может собирали и мы собираем. Мы его тоже мешаем, но бывают где-то такие вещения которые стоят первые спадни. Я вот сейчас тратить буду приблизительно одна часть торфа, одна часть фарфа, одна часть угля, две части коры, две части папоротника. Это вазеландский древовидный папоротник. Его стволы измельчают и получается такая похожа на мелкие черные палочки. Найди тут кусок. Чем оно интересно, что оно очень долго сохраняет, короче, он не меет практически. А кокосовая? Кокосовая нет, Кокосовая загнивает при большой влажности. претерпы я вам покажу 50 сантиметров. Не знаю, видно будет, вообще он в оригинале черно-коричневого красного цвета, используется архитерическим как голод делать еще грудь и используют заголовки. Ну, скажем, тем, для мирного зрения растения. амболитов попова. О, ой, еще. Здравствуйте. Я бы что-нибудь просил в эфире. Это дело каждого свой вкус. То есть, кто-то в качестве красивого конечно обычно сходя нет. Тем не менее технология рабочая. Да, обычно все сажают в растения так же как корректи делаем ничего данная технология мы собрали самый добрый вход можно было бы сделать мы просто хотели вам сказать про дренаж можно использовать такие приближающие практически в каждом магазине то есть те же тимансы можно заменить если у вас нормальный размер тирайлум но даже в этом можно писать в мини-кулинопис он будет уложить конечно он потом займет приличное место но мы будем сразу дендробиумы можно будь вопилки можно дендробиумы наверное сейчас что еще что еще из-за перелитных или каких растений филей депрессы тоже она очень часто встречается в магазинах прекрасно растет переносит как низкую влажность как высокую влажность склонит вам все мхи мхи можете брать аквариумные совершенно спокойно ну а учитывайте следующий момент что если вы берете аквариумный мох чтобы уходить либо одной массивной щаской чтобы у него сохранялась какая-то влажность внутри либо тогда уже режем его на мелкую часть укрываем заднюю стенку места где мы хотим чтобы он выросл влажность в протяжении двух недель в таком виде нервы это значит что он взялся что можно чуть-чуть уменьшить спалива есть мхи можно использовать фонсайны можно если кто-то покупает в магазине у него что-то что-то дергаем в растении это все берем и стесняем и дергаем и дергаем ну в общем пошли да по мелочи стекаем пещеры некрасивые ну в общем общий вид мы сейчас еще немного потом доработаем так сейчас еще крыжу вверх устанавливаем давайте мы можем показать сейчас покажу сейчас давай крышку крышку тоже немножко переделали потому что изначально она полностью затянутой сеткой была я сетку эту вырезал и ставил сюда кусток стекла вот ну немножко закрепил его в раствор потому что я люксметром померил значит сетка дает 60% освещения а если сверху сетки еще стекло чтоб увеличить влажность до 80% освещения мне жалко сетки вы можете просто стекло сверху положить если вы не будете брать на какие-то стекла на стене ультрафиолетовую лампочку подпихнули вовнутрь потому что ну опять таки она через сетку теряет свою эффективность через стекло она еще будет внутри плюс она будет работать как греющая лампа отдельно греющая мы не будем ставить что нужно поеду на в в на в в в в в в в она и на на я на в в в Он её уже делает в коняне, по спиртам её не просил. А, ну давай, собака. Он убирает саму свою личность. Животно мы сейчас сажать не будем. Но если бы не собрать, я поймаю. В общем, ладно, я не буду её посыпать, она убегает. Сам зелёный эпизод, она уже здесь. Там, по-моему, даже не я. Ухаживать за этим не очень сложно, и, соответственно, животные разют. Это нормально. Берём струю с пульверизатора. Я её не могу сейчас. Просто настраиваем носик, чтобы у нас было всё это сильным напором. Смываемся. У нас растений. Ни листья не отрываются. Ничего не коррёжится. В общем, не надо, боятся живёт. Есть животные, с которыми нельзя держать растения. Поэтому лучше собирать изначально. У нас растений. Можно использовать автоматические системы Алива. Можно использовать туманные генераторы. Я видела, что вчера я изменила у вас стоит тем, где есть все вещи в наличии. Значит, туманные генераторы в ладке тоже разные. И всё, приборы для поддержания влажности в ладке. Система опрыскивания хороша тем, что она идёт как примитация дождя. И, допустим, если вы держите в любви влез, который идёт в стимуляции нелеста через как бы интенсивность дождей, то можно как-то имитировать. Ну и вообще как-то там проще их расстраивать. Хотя это маленькие генераторы, они не пользуются. Они есть как таблетки, которые закладываются в минуту. Есть и тёмные здесь. Это увлажнители комнатных, которые находятся вне террариума. И в террариум заводится трубка. Есть варианты, как мы сюда пробовали. Который, если у нас есть водоём, где туда кидается, он декорируется. Ну, в общем, сейчас выбор всего этого моря на ваше усмотрение. Если мы хотим повесить сюда парсунки, то просто проделывается в стекле или в решётке. Наверное, здесь, если будет в стекле, всё-таки отверстие парсунки вывешивать. Можно выучнуть такой объём, несложно с тем более с этими растениями, если просто при этом сделать для... в общем-то, если не надо никакого... Всё, можно сейчас включить УЭС-ку. УЭС-ка десятка здесь строитель зумы. Зумы называют ярко-солнце. С сильным ультрафиолетом. С сильным ультрафиолетом. Плюс она с тем более растениями. Единственное, конечно, вы видите, что у нас появилась фиолетом, есть один нюанс. Я уже неоднократно не знаю, кто справит, что эта лампа сейчас перегораживает через свет. Но... Можно цокольную, наверное, лампу вешеную, тогда терраем, повышенную отбрать. И какое-то такое место, чтобы она для растений не приходила. Потому что есть животные, которым ультрафиолет просто необходим. Вообще, в ближайшее время мы хотим попробовать ультрафиолетовые светодиоды. Там есть... Я подобрал три спектра диодов. Если их используются вместе, по идее, они должны полностью заменить лампочку. Занимают гораздо меньше места, меньше греются. И можно размещать даже внутри при использовании линз. Нет еще доказательств никаких, что это сработает. Дебаты ведутся, но мы попробуем. Расскажем, что не получится. Наверное, да. То, что вышло у нас сегодня, сейчас с обычными растениями достаточно доступен. Соответственно, для фельдзума есть полно мест где прятаться, но при этом она никуда точно не уйдет. И, в общем, фон достаточно монолитный. А вот вопрос такой. Ну, я не знаю, просто ультрафиолет можно смотреть на него... Ну, тут же мягкий ультрафиолет, смотреть можно сколько угодно. Есть еще вариант на этом сульте фиолетовом. Сейчас еще делаются ночные всякие разные. Синий вверх, в аквариумах и в террариумах. Тоже можно повесить, чтобы у вас было. Это ночные животные. Отражатель тоже сделаем. Ну, как можно, конечно. Потом мы его прикрепим. Сейчас пока так повешать просто. Но это чисто для того, чтобы глаза не было. Ну, в общем, получается такая вот конструкция. Переделки, конечно, возможно, в любом варианте, как мы делаем, каждый скажет, что есть мелочь, потом сделаем врач. Ну, первое, что я вижу, это супер приоритет, чтобы думать сегодняшнее. Но, тем не менее, без внутренних. Хорошо. Вот, пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы еще. Хочешь поймать? Не знаю. Что, они будут цараться? Не, не надо. Фит, я идеалист. Хорошо. Потом их посадят. Сейчас немножко все это натрясем. Вообще, как свежесобранный террориум обычно животным не рекомендуется сразу сажать. Не надо, да. Потому что там, как и вплесень, и все болят. То есть, Вильзум, конечно, не самое нежное животное, оно на отсутки живет. Но, в хорошем случае, это есть. Ну, лучше не рисковать, конечно, это животное. Мы стараемся сделать им хорошо, неплохо. Террориум 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 Но это-то, да. А, у нас все машины, а, у меня или нет? А, у нас все машины, и все машины. И все машины, по-моему, в интернете.